Светлана Шемякина Спасибо большое, чтобы пришли сегодня в нашу студию, нашли время. Именно вот в этот период идет международная неделя трезвости, и наверняка и забот, и хлопот много, потому что в эту неделю проводятся и мероприятия, и больше информации для населения. И сегодня, я думаю, что целью нашего эфира тоже будет информировать население, еще раз о чем-то напомнить людям, которые сталкиваются с химическими зависимостями в своей жизни или в жизни своих близких и родных людей. Я бы хотела, чтобы во время сегодняшнего эфира мы напомнили людям, у которых есть такая зависимость, есть такая проблема, и которые ее осознают, что они могут обратиться за помощью, чтобы они не боялись, что их поставят на учет. А если их и поставят на учет, что дальше, как им быть, чтобы с этого учета сняться, вы расскажете. И еще для меня целью сегодняшнего эфира было бы хорошо, если бы мы рассказали людям, которые страдают от зависимости родного человека. Например, это может быть взрослый ребенок уже после 30 лет, мужчина или женщина активного возраста, у которого есть зависимости, который сам с этим ничего не делает, но его родители, они не могут на это смотреть без слез, без какой-то грусти и с беспомощностью, потому что они не знают, что делать и не могут ничего сделать. Или могут, может быть, вы меня поправите. Или когда, например, пьет в семье один супруг, а другой хочет, чтобы этот супруг все-таки вел трезвый образ жизни и не употреблял алкоголь. Также это могут быть родители, которые преклонного возраста, но которые остаются в своей привычке употреблять алкоголь, и дети хотят им помочь, но тоже не могут. Вот у меня такие цели нашего эфира сегодняшнего, каковы они для вас, и как вы можете прокомментировать вот такие ситуации, о которых я сказала? Ну, начнем с того, что мы должны помнить все, и наркологи, и те, кто приходят к нам, что как алкогольная, так и наркотическая зависимость, так же, как и токсикомания, это все-таки зависимость психологическая. То есть очень часто люди, которые приходят к нам, говорят, что я могу сам исправиться, могу сам со всем сладить и так далее. Но, к сожалению, так получается, что люди возвращаются, возвращаются и возвращаются. Поэтому такой момент очень часто приходит, да, вы правы, что приводят чаще всего родители своих детей или супруги приходят, кто-то из супруг, даже вдвоем могут супруги подойти, да. И слышны жалобы в основном от как раз людей, которых мы называем созависимыми, да. То есть люди, которые непосредственно живут в семье или рядом, там, знакомые, близкие, родители и так далее. Но от самого пациента, так скажем, да, или человека, который пришел только на консультацию, так как таковых жалоб мы не слышим. Поэтому я всегда говорила, что надо мотивировать. И мотивация должна идти как от самого человека. То есть он должен понимать, что это зависимость, что один он не справится в любом случае. Не обязательно сразу подходить к наркологу. Можно пообщаться, поговорить с наркологом и обратиться к психологу. Мы же любим это слово «психолог», да. Сейчас это очень модно и распространенно стало. И это на самом деле так, потому что чаще всего эта психологическая помощь стоит на первом месте. А потом уже медикаментозно и так далее. Я когда вас первый раз увидела, нас познакомила Ольга Голикова, я подумала, что вы актриса. Я просто вышла в фойе, и я даже не ожидала, что вы врач-нарколог. Вы прекрасно выглядите. И сегодня, это сегодняшний наш эфир не исключение. И вы вообще три в одном. Вы и психиатр, и психолог, и психотерапевт, даже четыре, и нарколог. То есть если человек обратится вот к такому специалисту, то получается, что он точно может сам, если человек, у которого зависимость, он точно может как-то выйти на ремиссию, и у него могут быть какие-то такие вот серьезные изменения в лучшую сторону. Потому что получается, что вы же можете в комплексе ему помочь. Ну да, конечно. Но дело в том, что у нас все врачи, они в первую очередь психиатры, потому что мы сначала проходим психиатрию, а потом уже учимся на нарколога. То есть наши все врачи, они все психиатры, и психиатры-наркологи. И любой врач, не имеет значения в диспансерно-поликлинической службе, либо в стационарной службе, они, конечно, всегда выслушают человека, всегда по возможности помогут. Еще раз говорю, не сразу медикаментозное лечение, то есть не сразу препараты назначаются. С человеком беседуют и смотрим, как лучше, куда направить лучше человека. Ну и, естественно, проходит обследование. В первую очередь проходит человек-обследование. То есть мы смотрим психологическое тестирование, смотрим по анализам. Потому что человек не всегда же скажет правду. Не каждый же скажет, я пью или я употребляю. Правильно? Но он тогда не придет к вам, если он так не думает. Если бы, например, такой момент привела супруга. Все-таки привести можно. Конечно. Поставила вот или я, или мы разводимся, или ты идешь со мной. Но человек, конечно, если он любит свою жену или мужа, он, конечно же, подойдет. Тогда к зависимости можно подходить как к любому физическому заболеванию. Все-таки же это все равно заболевание, с которым человек не может сам самостоятельно справиться. И тогда те жены, которые говорят вот так, ставят ультиматум. Вроде бы она, например, выходила замуж, ее все устраивало, что ее будущий супруг выпивает. А потом во время семейной жизни ее это перестало устраивать. И она говорит, слушай, либо мы с тобой идем такого-то числа к врачу, либо через какое-то время мы с тобой разводимся. Это нормально, да? То есть она приходит, а там уже, вверяя его в ваши руки, вы ему как-то уже выправляете мозг. Да. Вот самое главное, то, что наши врачи прекрасно, я считаю, что делают, они раскрывают человека. Мы раскрываем человека, и человек уже там может сознаться, что есть у него какая-то проблема или нету проблемы. И уже потом, когда человек раскрывается, конечно же, уже раскрытый бутон. Ну, проще посмотреть вовнутрь, да, нежели закрытый. И тогда мы уже, конечно, стараемся помочь. Либо медикаментозно, либо направляем в стационар на лечение, либо оставляем в поликлинике на лечение, либо отправляем к психологу на лечение. На самом деле вариантов лечения очень много. Ну, тогда хорошая новость, то, что можно. Я, например, вообще четко думала, что сколько там ни води за руку, сколько там ни как-то не пытайся его там смотивировать, да, ничего не получится, я почему-то так считала. Но если это все-таки может увенчаться успехом, то это хорошо, что вот так получается. Есть такое слово, что надежда умирает последней, да. Я считаю, что вот в психиатрии у нас надежда должна быть всегда. Мы должны жить вот этой надеждой. И человек, самое главное, я хотела что сказать, люди, которые созависимы, они тоже могут обращаться, потому что тоже психологически они ломаются. То есть, особенно женщина, представляете, муж постоянно слепет, приходит пьяно домой, это все видят дети, да. Так каково психологически ей. У нас работа с созависимыми тоже ведется. Это, во-первых, хотела сказать. Во-вторых, дело не только в стационаре, прокапаться. Почему-то люди все думают, что наркологи только прийти и прокапаться. Нет, дезинтоксикационная терапия, она тоже не всем назначается, и не всегда. Это снятие интоксикации, это короткий период. Потом идет очень долгое лечение, которое называется сенсибилизирующее. То есть, снятие тяги человека, желание, чтобы это желание пропало. И у нас еще есть очень... Я вот всегда прямо... Мне очень нравится даже всегда говорить об этом. У нас есть реабилитация. Это находится в Конголасах. Я, когда приезжаю туда, сама душой отдыхаю, потому что там на самом деле работают прекрасные психологи. Там есть отдельная же как-то женская или там только женская? Нет, там есть и женская, и мужская. Мужское отделение. Там работают психологи, там сама обстановка. Вот это природа нашей республики, наша прекрасная. Само нахождение там уже, мне кажется, психологически. Я даже сама, когда бываю, прихожу, выхожу оттуда, я настроена уже как-то, другое дыхание появляется, как-то мировоззрение меняется. То есть люди там уже работают непосредственно с твоей душой. Вот на самом деле работают с душой. Но это люди должны находиться там, те, которые прошли, конечно, уже курсовое лечение. То есть избавились от интоксикации, как таковую, хотя бы немного сняли тягу, да, вот к употреблению. Потому что все равно очень часто... Магазинов же очень много. Я вот всегда ругаюсь. Магазинов очень много. Человек от нас вышел, счастливо, прекрасно идет по улице, а тут один ремикс, другой ремикс и так далее и тому подобное. Я, прошу прощения, конечно, что называю магазины, да? Вот. И еще вот не хочу забыть, вернее, боюсь забыть. Люди, которые мотивируют, то есть родители, там, знакомые, друзья, мы, кстати, с вами об этом говорили, они должны не только мотивировать человека на лечение, а не давать вот провокациям. То есть какой-то праздник, у нас почему-то вот принято праздник справлять всегда с алкоголем. И если вы хотите, чтобы ваш близкий человек избавился от данной привычки, да, а даже тоже не привычки, а зависимости, болезни, то надо, конечно, максимально эти провокации убирать. Тогда, может быть, хорошим шагом будет вот сам человек, у которого есть, да, близкий человек, который употребляет алкоголь, значит, уже 100% вот тот, который рядом, он созависимый, раз он в таких отношениях наводится. И хороший шаг, первый, это самому пойти в вашу наркологию. Часто ли обращаются созависимые люди за помощью к вашим врачам? И чего они боятся? Потому что я слышала, что боятся, что поставят на учёт, да, что как-то потом какой-то на себя колпак надевают, репутация как-то страдает. Оправданы ли эти страхи? Вы знаете, созависимые люди на самом деле обращаются, но вот этот вопрос достаточно такой двоякий, да. Вот в чём проблема, что люди к нам не идут, потому что на самом деле боятся, сейчас такого слова нет, учёт, да, диспансерное наблюдение, правильно. Они боятся, что поставят на диспансерное наблюдение. Но я вас уверяю, что, например, после хотя бы одной какой-то консультации вас никто никуда не поставит, ни на какое наблюдение. Для того, чтобы встать на диспансерное наблюдение, нужно пройти обследование, нужно пройти врачебную комиссию, которая установит, есть ли у вас зависимость или нет, да. Ну и там очень много нюансов. Вы, наверное, слышали тоже про анонимное лечение. То есть очень часто в любой клинике есть такая услуга, анонимное лечение, да. Вот. Ну и я ещё раз говорю, что чаще всего на диспансерное наблюдение ставят людей, которые уже непосредственно имеют зависимость, которые прошли лечение в стационаре, либо были направлены по постановлению суда, и так далее, и прошли обследование, и где врачебная комиссия установила диагноз. Вот те люди стоят на диспансерное наблюдение. А вот то, что я пришёл к врачу, поговорил с врачом, и меня поставили сразу, как они говорят, на учёт, это всё неправда. Но с учётом того, что у нас всё равно есть психологи, психиатры, которые работают вне заведений, да, то есть это некий бизнес, вот тогда, придя в республиканский наркологический диспансер, в принципе, можно получить качественную бесплатную помощь со зависимым человеком и с зависимым человеком. И сразу же на пороге обсудить вопрос, что я не хочу, например, вставать на учёт, мне нужна анонимная помощь, да, я не хочу её раскрывать там. И так тоже можно, и эта помощь не будет отличаться от помощи, если человек будет, там, не скрываться его имени. Конечно, отличаться оно совершенно никак не отличается. Вы знаете, я, в принципе, не скажу, что я плохо отношусь к клиникам платным, да, но почему-то, вот, то ли я советский ребёнок, то ли меня так учили, то ли я так уверена в своих коллегах, я считаю, что обращаться в государственную клинику, да, намного проще, легче и, самое главное, безопаснее. Но дешевле я просто имела в виду, что вот если, например, у кого-то нет денег, да, люди с зависимостью, они нередко бывают в таких ситуациях, когда нет финансов на себя, да, на какую-то заботу адекватную о себе, то как раз это хороший вариант прийти именно туда, да, где тебе могут бесплатно с тобой сесть поговорить, да, ну, хотя бы сделать какой-то первый шаг навстречу. И хорошо, что, в общем-то, можно и родственникам этому поспособствовать, потому что есть же там ситуации, когда родители разговаривают, например, с ребёнком, да, который в зависимости употребляет какие-то препараты и не встречают, вот, ну, какого-то понимания, да, он начинает, например, закрываться, не хочет об этом разговаривать или говорит о том, что его всё устраивает. Когда это подросток, ещё, может быть, можно какие-то включить, да, рычаги, но когда это взрослый человек или когда это твой родитель, которому ты видишь, что помощь нужна, а он, например, как-то не реагирует, то значит, нужно тогда разговаривать и разговаривать и разговаривать. Но, опять же, жалко таких людей, которые тогда как, ну, они, например, в депрессию впадают от того, что у них не получается достучаться до дорогого человека. Я, знаете, хочу, вот вас слушаю и в голове так промелькивают две вещи хочу сказать. У нас в наркологии, как и в любой другой медицинской отделении, да, всё направлено на профилактику. Проще гораздо предупредить, чем потом лечить заболевание. Поэтому наши врачи максимально проводят различные акции, да, выход вот на площадях мы очень часто, то есть бесплатные консультации ведутся, выезжают в районы, помощь оказывают. Детско-подростковая служба у нас вообще замечательно развита. У нас есть и музей, и замечательный врач Лёна Владимировна у нас там занимается с детьми, как со своими маленькими детьми. Почему же так много людей пьёт? Вот вроде бы мы так много делаем, недавно было. На самом деле подростки у нас, между прочим, что вам скажу, здоровый образ жизни сейчас намного лучше. Правда? Да. С алкоголем намного стало меньше. И ведутся, мы же и лекции проводим, и беседы проводим. Между прочим, среди подростков здоровый образ жизни сейчас поднялся достаточно. В приоритете, да? Да, да. Я вот скажу, даже с курением очень мало подростков курят. Вот может быть, со мной кто-то, конечно, будет спорить сейчас, слушатели, да? Но на самом деле это так. То есть я сама встречала... Ну вот, естественно, многие перешли на вейп, электронные сигареты и так далее. Но тем не менее, сигареты уже... А я же ещё хуже. Да. И знаете, ещё хотела, вот всё боюсь упустить. Почему-то наши пациенты думают, ну или люди, которые приходят за помощью и стали вдруг на диспансерное наблюдение, что это в наказание. Диспансерное наблюдение – это не наказание. Вот если у вас болит горло, вы ходите к лор-врачу, потом вам назначают лечение, вы очень длительно можете ходить, да? К онкологу очень долго ходят, много лет, и как-то вот... Ну понятно, что там справки и так далее, но тем не менее, профилактическое наблюдение, диспансерное наблюдение для чего нужно? Для того, чтобы человек не просто приходил, ставил отметку, что я к вам пришёл и ушёл. Нет. Мы же и контролируем, и анализы, то есть как человек себя чувствует, и психолога подключаем. Для нас самое главное, чтобы человек находился это всё время в трезвости. Если у него вдруг появились какие-то симптомы, нарушение сна, лоббильность настроения, да, какое-то очень женщина очень часто депрессивное состояние, у многих очень много детей устают от детей, там вот особенно с КДН к нам приходит, говорит, у меня там 5-6 детей, я устала. Но я, честно говоря, не знаю, как от детей можно устать, потому что дети – это замечательное, да, что столько много детей, это просто замечательно, но тем не менее, ну ладно, устала. Вот изменяется человек, поэтому именно вот в этот момент, когда они к нам приходят, они должны раскрываться, рассказывать, чтобы мы-то могли помочь. Мы же психиатры, мы не можем увидеть там руку, ногу, глаз, там, да, там, какой-то орган. Это душа. Вот эту душу мы пытаемся раскрыть. И вот, и когда человек раскрывается, конечно, ему проще помочь. Где-то как-то подкорректировать медикаментозно, где-то как-то подкорректировать психологом или психотерапевтом. Многие люди уходят, мне очень приятно, когда от меня приходят, беседуют там по нескольку минут и уходят с улыбкой. Понимаете, когда человек уходит от врача с улыбкой, значит, у него где-то в глубине души уже появилась надежда к тому, что он… Ну, может быть, просто вот кто-то на него посмотрел без осуждения, да, и просто поговорил по-человечески, потому что бывает же, что если человек, ну, большое количество времени проводит именно в таком состоянии, да, нетрезвым, то, ну, либо это собутыльники, да, с ним общаются, либо с ним особо никто и не общается. А насколько вы доступны, насколько к вам просто попасть, есть ли какая-то очередь или можно позвонить по телефону, записаться и совершенно в какое-то там удобное для себя время прийти к вам на приём? Ну, диспансерно-поликлиническая служба работает с понедельника по пятницу, мы работаем с 8.30 до 15.45, в принципе, мы все доступны, врачи все есть, психологи у нас есть, можно подойти непосредственно на автодорожную 38, в регистратуру подойти и сказать, что вот люди говорят там с паспортом, ну, вы сначала подойдите, это же просто консультация, кто впервые обращается. А вы опять на автодорожную? Мы на автодорожную 38. Вы же как-то куда-то уезжали, а потом? Нет, стационар у нас находится на Богдана Чижика, там лечение проходит уже в стационарных условиях. Мы сейчас, я вот работаю в поликлинике, поэтому приём идёт там, как говорится, начинается, как театр начинается с кардероба, да? С вешалки, да. Да, с вешалки, да. А приход к врачу начинается, конечно же, с поликлиники. Мы же все сначала идём в поликлинику, а там врач уже потом распределяет, нужно ли тебе в стационар или приходить там дальше, куда-то дальше, да? Поэтому, конечно же, мы доступны. Телефон 33-15-49, можно записаться по нему к врачу. С 8 до 3 часов можно звонить? Ну, с 8.30 до 15.45 у нас приём. Ну, то есть, да, с 8.30 до 3.30 можно спокойненько подойти и пообщаться с врачом. Ну, позвонить лучше сначала, да, записаться? Ну, можно записаться, можно подойти. Я не скажу, что там громадные очереди. У нас всё на каждом, так сказать, по участкам врачи сидят. То есть, ну, если вы не хотите именно к этому, вы хотите вот именно к этому врачу, никто вас не будет отводить к другому. То есть, отправят непосредственно к тому, кому вы хотели бы попасть. Спасибо большое. Дорогие слушатели и зрители, мы очень скоро продолжим говорить о том, как помогать себе быть здоровым, быть трезвым, заботиться о себе. Сейчас короткая реклама, а затем мы вернёмся в студию. И оставайтесь с нами, потому что будем говорить о том, что учёт — это не так страшно или не страшно совсем. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Мы продолжаем говорить о том, что трезвость — это норма жизни, но без осуждения к тем людям, которые живут вне трезвости и чаще находятся в алкогольном опьянении, о том, что есть возможность им помочь, о том, куда таким людям можно обратиться, желательно самим, но оказывается, и ничего не то, что неплохого, не безуспешно, если обратятся их родственники и созависимые люди, которые с ними в отношениях. Мы говорим сегодня обо всём об этом с врачом-психиатром, врачом-психотерапевтом, врачом-наркологом республиканского наркологического диспансера Светланой Шемякиной. Также Светлана ещё преподаватель, доцент кафедры Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Свои вопросы вы можете задать по нашей теме по телефону прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните и спрашивайте, что вас интересует. Может быть, кто-то захочет поделиться каким-то своим примером, о чём я и, в общем-то, за время рекламы попросила Светлану Сергеевну, потому что в прошлые эфиры мне, например, очень запомнились истории, которые происходили в вашем республиканском наркологическом диспансере, когда вы рассказывали, что привозили таких людей, которые были совсем без помощи, без поддержки, они как-то приходили в себя в вашем диспансере, и там кто-то из ваших коллег купил носки какому-то мужчине, который лечился у вас, и он сказал, что, боже мой, а ему уже сколько-то лет прикулонного возраста, я первый раз в жизни надеваю новые носки. Меня это почему-то так тронуло. Я думаю, ну надо же, вот такая вот мелочь для человека, это вот какая-то забота, какой-то момент, наверное, вообще счастья, инсайда вообще, чего-то ещё. Потом вы рассказывали о случае, когда к вам попал парень, у которого вообще здесь не было никаких неродственников, он приехал на какие-то заработки здесь, и вот так с алкоголем на дружеской ноге, и у него не было совсем ничего, и ваш коллектив скинулся финансово, его поддержал, вы купили ему билет, чтобы он уехал к себе домой. Конечно, вот такие вот истории, такие примеры, они, наверное, говорят ещё о том, что это люди, которые попадают в зависимость, наверное, очень одинокие, и в какой-то момент, которые не справляются со своим несчастьем, со своим страданием, может быть, вот с этим одиночеством. И то, что вы сказали, что всё-таки самая главная причина, это она психологическая, да, что это про душу больше. Какие вот вам ещё примеры запомнились из вашей большой практики? Может быть, какие-то из последних, может быть, какие-то примеры, где результат вас обрадовал и вдохновил ещё больше на вашу работу, которую вы, я знаю, любите очень сильно. Вы знаете, в поликлинике сложно проследить, как сказать, окончание. То есть человек прошёл лечение и какое-то время проходил, может быть, не стал ходить, может, стал ходить. Мы, кстати, этому тоже довернёмся. А когда работаешь в стационаре, то, конечно, видишь результат лечения, потому что там лечение проходит до 21 дня, то есть фактически месяц, да, ну, там, в зависимости от состояния человека. И когда ты понимаешь, что человек уже не возвращается, потому что очень многие, ну, не очень многие, неправильно выразиваются, люди, которые могут попадать несколько раз на лечение, это говорит о том, что, ну, нам, врачам, по крайней мере, это больно по сердцу, когда человек возвращается обратно. То есть где-то мы, видимо, недоработали, хотя мы не говорим о том, что человек сам не мотивирован, его ничего не интересует, мы на себя болячку берём, да, то есть это мы где-то недоработали, так на себя говорим. А когда человека видишь, вот я очень несколько раз встречала в городе, зовут по имени, отчеству, оглядываешься и не понимаешь, кто это. Так преображается. Объясняют, да, кто и совершенно, ну, да, во-первых, я как бы, ну, всё равно помнишь своих пациентов, запоминаешь в любом случае, а тут вообще совершенно другие люди приходят или встречаются. А помните я, и ты вспоминаешь, какой он к тебе пришёл, человек этот, и какой, особенно женщина. Женщина, когда перестаёт пить, это вообще цветок просто, она расцветает. А насколько вообще женщина может в ремиссию идти вот с этой зависимостью? Потому что ведь бытует такое мнение, что женский алкоголизм неизлечим, что всё равно женщина не сможет потом не вернуться к зависимости, и она всё равно будет пить. Может быть, так и говорят, но я никогда в это не верила. Я считаю, что в наркологии нет слова выздоровления, в наркологии есть слово ремиссия, но ремиссия может быть всю жизнь. И то, что слово неизлечим, я считаю, что это тоже неправильно. То есть если постоянно поддерживать человека беседами, если человек находит работу, если человека мотивируешь на здоровый образ жизни, если его окружающие, близкие, родственники поддерживают этого человека, ремиссия может продолжаться всю жизнь. И также женщины. Есть несколько женщин, которые вот сейчас приходят, даже просто иногда приходят на беседу, которые сняли с диспансерного наблюдения. Бывает такое, можно прийти, конечно, можно поговорить, посидеть. А совершенно другие люди никогда не скажут, что эта женщина когда-то злоупотребляла алкогольными напитками. Конечно, достаточно сложнее говорить о наркомании, потому что наркомания – это совершенно другая тема, и другой подход к ней, и немного другое лечение. И вообще очень сложно выйти с этого состояния. А вот с алкоголем примеров очень много. Есть мужчина, который уже не пьет лет 8, наверное. Он работает в школе. Да? И ходит к вам иногда? Нет, он работает в школе охранником. И я периодически смотрю, когда мы школьник выходим, очень часто встречаемся. И вообще прямо видно, он всегда так рад видеть. То есть человек вообще просто перестал, хотя очень сильно пил. Обычно приходит, когда уже что-то случается такое в жизни, вот критическое, кардинальное, там, не знаю, какие-то необратимые процессы с организмом физические, да, либо человек уже чувствует, что всё, он там уже психически, да, вот не справляется с каким-то своим состоянием. Либо происходит, не знаю, какая-то авария по вине, да, там человек был в алкогольном опьянении, либо ещё что-то. Или всё-таки 50 на 50, и когда вот просто человек понимает, что ещё немногое что-то случится. Знаете, к сожалению, мы все такие люди, у нас пока не заболит что-то, мы никуда не пойдём. Мы сами такие же. Вот к стоматологу мы не ходим, пока не заболит зуб, правда же? Нет, вот сейчас уже, я, кстати, по этой теме общаюсь, да, и сейчас уже многие именно вот идут, когда ничего не болит, просто на профилактический осмотр. Это замечательно. Я вот прям в последние годы так себя веду хорошо. Светлана, вот мы этого и хотим добиться, чтобы к нам приходили больше, лучше в профилактических целях. Но чаще всего всё равно так бывает, что пока не заболит, человек не обращается. То есть если бы человек проходил обследование для себя там несколько раз в год, у нас был, может быть, и онкологии бы меньше было, и сердечно-сосудистых заболеваний бы меньше было, понимаете. И также к нам, к наркологам, конечно же, очень часто люди обращаются, у которых уже вторая стадия зависимости, когда могут случиться острые психозы и так далее. Вот тут я понимаю, вот в плане онкологии, да, допустим, я вот, например, лично я там, да, сильно не обследуюсь, я боюсь. И вот мне кажется, люди, которые вот приходят к вам, они тоже вот, ну, боятся, боятся сразу идти, потому что мы вот как раз заговорили о теме учет, поставят на учет, репутации и так далее, да, но во время рекламы мы говорили о том, что люди боятся встать на учет, но они потом забывают, что они стоят на учете, и вам приходится потом какие-то ситуации решать, когда они приходят, чтобы за справкой, что они не стоят, они, как-то, не снялись в свое время, да. Расскажите об этой процедуре, чего не учитывают те, кто когда-то лечился от алкоголизма. Да, вот у меня прямо в душе же крик, крик души, так сказать. Очень часто люди, которые проходили лечение очень давно, вот они говорят, я же там лежал 20 лет назад, все это уже должно было списаться. К сожалению, это не так. Можно поинтересоваться заранее, состоял ли человек, состоит ли человек на диспансерном наблюдении, потому что, к сожалению, так все случается, что все усугубляется, да, все регламентируется новыми законами, приказами и так далее. И существует, к сожалению, такой приказ, который говорит о том, что человек, чтобы не стоял на диспансерном наблюдении, в наркологии он должен сняться по ремиссии, ну, то бишь, перевод по выздоровлению своего рода, да. Никаких по истечению срока наблюдения, с переездом, это совершенно никак не влияет, только по ремиссии. И если человек взят на диспансерное наблюдение от года до трех лет, в зависимости от диагноза, он должен подтвердить свою ремиссию, приходя отмечаться к врачу, сдавать анализы, проходить психологический тест. Еще раз говорю, что это не наказание, это как раз поддержка вашей трезвости, для того, чтобы человек максимально держал себя в трезвости. Не страдали ваши органы, мотивировались на то, ведь успешный человек, он зарабатывает деньги, тратит их на здоровье, да, ну, то есть на какие-то выезды, на своих детей, на свою семью, на себя любимого, покупая все, что хочет. Вот к этой успешности мы и хотим, чтобы люди наши, наши пациенты тянулись. Но получается так, что человек состоял когда-то на диспансерном наблюдении и не ходил к наркологу, вот забыл он, все забыл, и потом приходит ему куда-то справка нужна, там, на оружие, на водительское, на работу куда-то, и вдруг всплывает, что он состоит на диспансерном наблюдении. Отсюда происходит, ну, человека раздражает это, почему я не снялся. Вот таких моментов не хочу, чтобы происходило. Люди должны понимать, что если он когда-то состоял на диспансерном наблюдении, проходил лечение в стационаре или был взят врачебной комиссией, но не ходил, к сожалению, он должен срок наблюдения свой отходить, чтобы сняться. А сколько это, если он там, например, не ходил долгое время, справка ему, например, нужна сегодня, с учетом он не снялся, сколько ему нужно еще времени потратить на то, чтобы новый какой-то свой статус приобрести? Ну, в зависимости от диагноза существует такое пагубное употребление психоактивного вещества. Алкоголь – это тоже психоактивное вещество. Наблюдается один год. 12 явок должно быть к врачу, 12 посещений. Каждый месяц. Да, один раз в месяц. Раз в три месяца он сдает анализы, проходит психолога. И если требуется поддерживающее лечение, симптоматическое лечение. Если у человека стоит синдром зависимости психоактивного вещества, включая алкоголь, он наблюдается либо два, либо три года, потому что люди, которые приходят в нас по УФСИН, они состоят, к сожалению, три года. То есть второй год, первый год – это раз в месяц посещения, второй год – раз в два месяца, если не было срывов, если человек ходит, аккуратно, посещает, не употребляет, и третий год уже раз в три месяца. После этого он проходит обследование, проходит врачебная комиссия, на которой решают врачи, есть ли трезвость, подтверждается ли она документами, и человек снимается с диспансерного учета. Ну, видимо, вот этого вот всего и боятся, вот это вот постановка, то, что тебя поставят на учет, и потом, когда тебе что-то нужно будет, вот какая-то справка, да, сегодня, ты ее просто можешь не получить, вот, возможно, вот поэтому не идут. Но, опять же, есть альтернатива, есть анонимное, да, лечение, то есть когда ты можешь не называть себя и прийти просто пообщаться со специалистами и потом какое-то получить, может быть, там, медикаментозное, да, лечение или психологическую поддержку, тоже можно этим воспользоваться. Конечно, лечение, альтернатива все равно какая-то есть, понимаете. Самое главное, я еще раз говорю, что с одной консультацией с наркологом никто вас на диспансерное наблюдение не берет. Это консультация. Дальше вы уже сами решаете, либо проходите лечение. На консультацию уже можно анонимно записаться, да, если человек боится, он же может просто позвонить по телефону, напомните, пожалуйста, ваш телефон, я... 33 15 49. 33 15 49, это поликлиника, куда можно записаться анонимно, просто прийти, пообщаться с врачом, а дальше уже там тогда решить для себя, какая помощь будет оказываться, да, там подходит это, не подходит. Ну вот это, наверное, первый шаг сложно сделать, потому что все-таки, вот мне кажется, учета, да, наверное, боятся. Ну вот, Светлана, я все равно считаю, что здоровье человека, оно важнее, понимаете, еще раз говорю, что это не наказание, диспансерное наблюдение, оно для того создано, чтобы человек максимально, они же получают и бесплатное лечение, когда к нам приходят, понимаете, те же, те же, дезинтоксикационная терапия проводит, сенсибилизирующие, психологи, и этот момент надо не упускать, за этот момент надо хвататься и максимально себя, вот, например, год наблюдаешься, ты ходишь, ты в этот год максимально приложи усилия, чтобы отказаться, например, от алкоголя, полностью отказаться, причем под контролем, так сказать, специалистов, которые тебе к этому ведут, которые к этому, к этому, самое главное, результат-то вот именно то, чтобы ты вышел и уже понимал, что тебе этого не нужно, вот, это первое, и можно я вот еще насчет такого момента скажу, сейчас люди, которые попадают в кабинет медицинского освидетельствования сотрудниками ГИБДД, ППС и так далее, там, да, если происходит так, что они прошли освидетельствование и у них было выявлено опьянение, да, неважно, какое наркотическое или алкогольное, они не ставятся на диспансерное наблюдение, очень неверное вот истолкование, они стоят в базе кабинета медицинского освидетельствования, но когда они придут брать справку, они справку сразу не получат, они должны пройти обследование, на основании которого, можно сказать, разово это было, ну, случилось, так получилось, да, уже все люди, либо у человека все-таки имеется зависимость, и ему нужна помощь, вот, поэтому люди должны понимать, что если вдруг такое случилось, на учет они не взяты, они на учете не состоят, но они должны понимать, что обследование все равно ждет их пройти обследование, вот, чтобы не было тоже. Если вот такая ситуация, что близкий человек, для членов семьи, да, они могут как-то так реагировать, близкий человек пришел там в состоянии там опьянения, или это повторяется часто, и, например, это в вечернее время, да, или там в ночное время происходит, могут ли они как-то за помощью обратиться к специалистам вашего наркологического диспансера для того, чтобы оказать вот помощь в момент сильного алкогольного опьянения, когда человек неадекватно себя ведет, и вот его домочадцы не знают, что с ним делать. Ну, вообще, как бы, на Богдана Чижика 33-2 у нас стационар работает круглосуточно, но в сильном алкогольном опьянении это мы принимаем в алкогольном опьянении средней степени терстики, потому что сильное алкогольное опьянение, это уже говорит о том, что человек может и в кому впасть, и все, что угодно случится, да. Но ему помощь же нужна, тогда скорую вызывать. Скорую помощь, да. А если человек находится, ну, например, человек не может остановиться, все-таки периодически похмеляется, то есть все равно употребление у него есть, да. В любом случае он может подъехать туда даже в ночное или в вечернее время в стационар, и его примут. Нет, я имела в виду, что ваши специалисты не выезжают, нет такого, что... на выезда, но выезда, конечно, нету, но в человека могут доставить круглосуточно стационар. Сами родственники могут привезти его. Родственники, конечно, могут привезти, где его осмотрит врач, и уже после осмотра врача там врач решает, то есть можем мы все-таки человека взять, ну, чтобы мы уже несем ответственность, правильно, то есть уже по состоянию именно алкогольной интоксикации на данный момент врач решает, может оставить в стационаре, либо все-таки направить в республиканскую больницу, где помощь специалистов еще других, те же реаниматологов, может требуется, правильно, и еще очень часто приезжают в стационар с ранами, с открытыми ранами, да, там, с побоями и так далее. Конечно же, у нас нет такой возможности тут же их обследовать, поэтому вот так же врач направляет или человек должен сначала съездить в республиканскую больницу, где снять это все, но чтобы подойти, у нас же наркология, понимаете, только работают врачи-психиатры-наркологи, мы снимаем интоксикацию, мы узкие специалисты. Просто вот у меня на слуху, что чаще люди, когда вот сталкиваются с тем, что близкий человек или кто-то знакомый в таком состоянии, они ищут просто вот те, кто снимет эту интоксикацию, сделает быстренько капельницу, они обращаются в государственное учреждение, я про это хотела спросить, дорогие друзья, сегодня очень много хороших новостей от Светланы Шемякиной о том, что есть возможность получить помощь, получить ее бесплатно, это в наркологическом республиканском диспансере, можно обратиться к врачу-психиатру, наркологу, психотерапевту, а также, если есть близкие, у кого есть большой ресурс и потенциал, как-то бить во все колокола, тоже могут, в общем-то, какую-то лепту свою внести, хотя я не сторонник вот этого варианта, я все-таки думаю, что человек как-то сам должен пойти, но раз так можно, и говорит специалист, Светлана Шемякина, которая сегодня была у нас в гостях, значит, можно. Всем спасибо за внимание, Светлана, вам спасибо за участие в сегодняшнем эфире, всем хорошего вечера. Светлана Шемякова